доброе утро друзья подписчики и гости моего канала и просто хорошие люди кто забежал ко мне на огонек очень рада всех вас видеть дорогие мои друзья сегодня мы с вами вместе с рыбки которую я наловила на ярмарке будем делать рыбную консерву или как его можно назвать рыбную тушенку или рыбную консерву для этого муж у меня рыбку эту порезал вот на такие вот кусочки вот они все тут лежат на салфетках стекает с них вода я их чтобы рыбка была не кровяная выдержала 40 минут водички слегка слегка подкисленной на литр воды ложку столовую уксуса положила и теперь будем мы накладывать банки хочу попробовать сделать одну баночку рыбной консервы со щуки и три баночки так как у меня кастрюлька такая что ходит 4 баночки ребята ну раньше такие консервы пробовала меня угощали родственники мои у нас брат двоюродного жена когда приезжали в гости с братом она мне как-то привозила тогда они занимались брат занимался больше рыбалкой и они привозили нам толстолобик вот этот белый амур накрытые в банках консервы угощали было очень вкусно вот хочу вспомнить прошлые свои вкусы тем более морозилка забита полностью а рыбы взяла сколько взяла 8 килограмм ну что-то съедим одну рыбинку я сделаю селедку очень люблю с толстолобика селедку кто-то положу в морозилку еще головы мы вчера уже варили две головы и поужинали очень вкусно было головы такие жирные вкусные а сейчас будем делать консервы ребята хочу во первых строках сказать всем спасибо большое ребята кто ко мне заходит кто смотрит меня кто комментирует пишите комментарии комментируйте мое видео мою консерву которая буду делать может у вас есть какие-то рецепты лучшее приготовление консервы все ребята пишите мне в комментариях подсказывайте как лучше сделать какие-то новые рецепты буду рада общению всегда с вами мои дорогие ну что ж будем пробовать на дно каждой паночке я уложу но если маленькие листики то 2 они тоже у меня маленькие потому ложу по 2 листика лавровых сыплю я не знаю сколько я люблю чтоб пахло перчиком потому я вот так сыплю сколько получится 6 7 тем более горошины не сильно крупные бывают крупненькие душистого у меня нету друзья у кого есть душистый добавляйте еще душистый ой ребята сейчас еще соль достану что-то соль не достала не приготовила она тут рядом недалеко просто на улице сыра и соль тоже моментально взбивается сейчас немножко расшевелилась не соль взбивается то соль и потом взбивается вот такая погода у нас опять на целую неделю обещают дожди сегодня морозец был небольшой ну пока еще ни снега ничего такого нету так ребята по пол столовой ложки но такие вот ложечки вложу небольшим верхом вот по пол столовой ложки отказать соли каждую банку чуть больше получается половины потому что это не тушенка если ее переварить пересолить переварить то она будет невкусная ведь рыба любит соль но все в пределах разумного и теперь ребята будем укладывать на дно баночек рыбку как получится рыбку буду ставить пока не закрученную потому что в конце не в конце где-то в средине тушки она будет добавлять буду масло подсолнечное чтобы рыбка была не с добавлением масла как покупаем в магазине одну воду а в масле маслечка возьму рафинированное осветленное и буду добавлять где-то минимум две ложки если будет возможности место то можно добавлять от двух до четырех ложек если здесь будет место останется потому что рыбка пустит по-любому свой сок еще и может такое получиться что-то четыре банки наверно мне еще мало будет наверно придется еще что-то рыбы много наложила решила попробовать четыре банки ну посмотрим что-то в холодильник еще отправим морозильник морозильнике место совсем нету знаю куда сунуть что в этом году не купили камеру морозильную ой вся эта обстановка внешняя думаешь покупать или не покупать пригодится ли она что ребята без камеры вот так и куски какие-то большие сейчас буду брать немножко перелезла куски большие плохо влазит банку она начнет тушиться на свое место возьмет так немножко где-то где-то буду отрезать где-то не буду рыбка то крупненькая больше двух килограмм каждая ну я так говорю два килограмма но там было два с хвостиком намного вот плотненько укладываю буду смотреть что тут поместится с масла подсолнечного ну две ложки как минимум если я сейчас положу две ложки масла сейчас нальем и поставлю ее тушиться то это масло может все вылиться когда рыбка пустит свой сок вот четыре банки я конечно ложу но наверное надо было будет больше кастрюлька такая которая четыре банки только становятся на консервацию по учитывая сколько часов она будет стоять то две банки отдельно не хочется ставить так ребята ребята все я вот здесь выбрала чтобы не было никакой не пленочки ничего нигде чтобы была чистая белая красивая рыба весной рыбы не будет у нас уже не будут продавать свежую мы баночку достанем тем более она будет я же уже говорила не с добавлением масло подсолнечного а в масле полностью так ребята вот так заканчиваю я укладывать свои банки такое ощущение что еще надо четыре но четыре банки это только два килограмма сюда щучку положу сейчас вот такие тоже кусочками тоже вымочила сейчас посмотрим может положу еще одну кастрюльку пойду помою баночек возьму и положу не одну кастрюльку поставлю стерилизовать а возможно две это не щучки я выбираю щучку в эту банку куда-то хвостик уже сунула на нас и щучки хвостики они все мне одинаковые не присмотрелась на рассунула в другую банку ничего не покусаются 4 у меня тут еще на три банки сейчас еще ребят добавлю так ребята ставлю буду ставить сейчас консервировать ее на дно кастрюльки положу какую-то салфеточку и буду ставить 4 баночки баночки все по прикрываю крышками но закручивать пока не буду плотно рыбку старалась уложить плотно как получилось и через пару часов я буду видеть уже сколько рыбка дала сока я добавлю тогда подсолнечное масло в банку кипеть она у меня будет всего шесть шесть с половиной часов короче целый день поставил делай свои дела а банки пусть потихоньку кипят был бы автоклава это дело другое там было делалось все в разы меньше но данная ситуация автоклава у нас нет и будем готовить так как у нас что имеем что имеем все друзья буду ставить свои баночки кипят покажу вам что получилось рыбка моя кипит вот так вот кастрюлька уже час где-то через час добавлю подсолнечное масло ребята вот еще сделала салатик такой салатик зимой весной мы делаем часто это свекла и морковка чесночок сейчас подавлю на чеснодавку 3 солю и ложку подсолнечного масла осветленного такой салат пойдет к любой каши картошки к жирному мясу для желудка будет очень полезно делайте друзья такие салатики и будете молодыми и красивыми ребята вот прошло два часа как кипят мои баночки вот я вот на этом этапе вот столько дала сока рыба дала сока ну и жирная на толстолубик же жирный и вот сюда теперь я добавляю рафинированное очищенное подсолнечное масло ну светлое не имею ввиду ну вот примерно как по размеру двух трех ложек сверху вот так и еще она у меня будет так стоять дата три с половиной четыре часа вот на этом этапе я смотрю рыбка фактически уже мягкая но пока не сварятся кости полностью не станут мягкими пока мы ее тушим вот на этом этапе можете попробовать по соли я немножко позже попробую мне кажется я обычно всегда угадываю соль вот на этом этапе можно добавить соли если кому нужно ну и больше ничего именно не добавляю соль лавровый листик и перчик ну вот так накрываем крышечкой и пусть кипит дальше вот еще поставила чайник сейчас долью немножко водички вроде она еще до плечиков немножечко на льду друзья вот такая у нас рыбка получилась 7 банок закрыли это у нас уже на охлажденная сейчас откроем и посмотрим какая она там внутри и какая по вкусу попробуем ребята вот такая кусочки рыбы получились они в желе в желе прямо там вот только масло подсолнечное шевелится будем пробовать сейчас мне кажется что это будет очень вкусно и пахнет очень вкусный да друзья очень-очень вкусная рыбка в магазине такую не купишь делайте тушеночку пока сезон рыбы всех вам благ спасибо дорогие друзья за просмотр всем мира добра и благополучия пока пока пока